Шоу «Ледниковый период». Звезды кино, телевидение, эстрады осваивают искусство танцев на льду в парах с известными фигуристами. И у нас в гостях олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Вот уже прошло первое выступление. Какие у вас от него впечатления, ощущения? Волнение, конечно же, присутствовало, но в большей степени меня волновало волнение Виктории, потому что для нее это был первый выход. Я не устаю ей повторять во время проката. Не волнуйся, все хорошо. Левая рука, левая нога. Все, успокойся, посмотри на меня. Дыши. Вы сразу нашли общий язык? Мы буквально с первой тренировки начали понимать друг друга. У нас полное взаимопонимание. Я помню, как проходило наше первое знакомство. Я заранее уже узнал, что это будет Виктория Дайнека. Узнал ее номер телефона и сбросил пару смсок. Например, ну как ты, Викочка, поживаешь? Ты уже начала изучать тройные прыжки или все, пока возишься с двойными? Она говорит, да ты что, я только перебежки делаю на льду. Я говорю, ну тогда скажи мне, с кем ты вообще будешь в паре кататься? Она говорит, пока не знаю, пока мне не говорят, но вот я усердно тренируюсь. Хорошо, тогда мне напиши свой рост и вес, свои данные, потому что мне придется тебя таскать на руках в этом проекте. Я написал точные данные, например, рост, вес, и в конце ура, мечты сбываются. Говорят, вы верите в чудеса. У вас они были? Чудеса это то, что я вообще живу, живу, дышу, радуюсь, люблю. Чудеса это то, что вообще происходит вокруг нас. Чудеса это то, что пока на данный момент моя мама здорова, мои родственники, мои родители в здравии, и я их люблю. Алексей, это правда, что после перенесенной тяжелейшей операции на бедре, вы буквально через месяц рискнули выйти на трехкилометровый кросс? Чудеса свершились, я наконец-то могу спокойно гулять по парку. У меня нет боли, которая была со мной на протяжении 4-5 лет, практически 24 часа в сутки. Я как старичок уже чувствовал разницу в погоде. Так что я живу, радуюсь. А с кем вы гуляете в парке? Я гуляю с теми людьми, которые приносят мне счастье и спокойствие. Алеш, вас называют самым завидным холостяком мира. Ваше сердце свободно? Мое сердце свободно. Мне кажется, я еще недостаточно повзрослел для каких-то очень серьезных отношений, но это и хорошо. Потому что в данный момент все-таки 27 лет, я теперь наконец-то могу гулять по паркам со своим железным титановым бедром. А еще я люблю шутить, что мне оставили, доктор оставил маленькую дырочку в бедре для того, чтобы я мог менять масло. На самом деле, я просто хочу наслаждаться этой жизнью и дарить любовь нашим драгоценным телезрителям и вообще всем-всем-всем. Алешенька, спасибо, что вы пришли к нам этим утром. А мы вам желаем здоровья, творческих, спортивных и всяческих успехов. И всего вам доброго. Спасибо большое. А наша программа подошла к завершению.